Здравствуйте, дамы и господа! Это комната, в которой должен побывать каждый. Здесь сам Джон Леннон записывал свои треки, и Стив Джобс создавал Фейсбук. Да, здравствуйте, с вами Егор. Как у вас настроение? Всё ли отлично, всё ли прекрасно? Вот это вступление, вот эти вот голоса мы издаём, да. Сегодня мы сделаем обзор на наш рум-тур. Комнаты вы давно заказывали, поэтому распишитесь, получите. И я немного мокрый из того, что вижу тебя в данный момент, но просто я из души вышел, поэтому... Да, вот так вот, можете задавать там вопросы в комментариях, что, мылся или не мылся. Давайте же сделаем обзор на нашу комнату, потому что надо же показать, как Егор живёт, как тут происходит кабель-менеджмент. Начнём с самой элиты. Это вот кабели. Вот тут Егор создаёт треки интересные. Вот так вот он берёт провода и использует их как барабанную установку. Вот таким вот образом. Это трека-создаватель. Собственно, здесь колонки, они издают звуки, когда я делаю вот так вот. Ага, нормально, нормально. Следующий, это мой компуктер, на нём я работаю. Либо же я не работаю. Собственно, либо выкладываю вам видос, отвечаю на комментарии. Следующий, что у нас тут по обзорчику? Это мой рабочий стол, надо уменьшить яркость, потому что что-то с яркостью, ребята. Если будет с яркостью не ок, то простите, извините. Вот тут у нас мышка. Я вот так вот еложу ей. Это мои звукозаписывающие вещи. Вообще, это обычно на моей камере, которую я сейчас держу в руках. И оно вот так вот прикрепляется сверху, и потом микрофон вот так вот говорится. Следующая, это клавиатурка. Это наши все вещички. Это телефон, который я использую. Это мой iPhone XR. Это старые телефоны Sony Xperia Z3 Compact. Раньше он был у меня в 2014 году. До этого, с 2008 года, у меня был вот такой вот телефончик, мобилка такая вот. И также примерно год назад, ну точнее полгода назад, я купил Samsung S20 для того, чтобы вести стримы. И он, так скажем, сейчас я его не использую. По той причине, что нас заблокировали на Twitch. И вот так вот. Теперь только ждать лето для того, чтобы постримить на нем на YouTube. Следующее. Вот это вот у меня, это моя клавиатура, которую я использую просто для того, чтобы писать что-либо. Я же писатель, я могу писать вот таким вот образом. И у нас получаются красивые музыкальные произведения, либо же писательские книженцы. Здесь у нас, друзья, если мы обратим наш великолепнейший взор, мы увидим мои заметочки, которые я делаю, рисую тут дудлы, рудлы, шудлы, мудлы. В общем, всякие вот эти вот вещички здесь находятся. Рисуем, изображаем. Плюс здесь у меня написаны планы на сегодняшний день. Это у меня здесь тут что написано? Музыка, здоровье, 60 глав. Владе нужно 6 страниц А4 написать. Это просто подруге помочь. Плюс идеи для Налы. Нужно X-кроссу лирику написать. Ну, в общем, тут у меня дела на сегодняшний день. Точнее, на ближайшие дни, чтобы не забыть, что нужно сделать. Также здесь у меня ежедневные распорядки дня. Всякие рисуночки. Вот такого подобного типа нарисованы здесь. Красивые. О, мемсы! В общем, красиво, интересно. Следующее. Здесь у нас всякие карандаши. Вы на самом деле сейчас попали в комнату к человеку, у которого все достаточно интересно, более-менее структурировано. И практически нет вещей, которые не нужны. То есть здесь все функционально, что мы сегодня посмотрим. Хорошо? Тут у нас книжки находятся всякие. Английские, русские, интересные. Вот «Голодные игры» рекомендую, крайне рекомендую. Также из данного списка рекомендую «Хомотеус». Первые 50 страниц, если прочтете, то уже вам откроется мир, так скажем, как он устроен в некотором образе. И также вот «Пластичность мозга» рекомендую. Хорошая книжка о том, как работает наш мозг. Вот прям рекомендую. Почти все факты, которые я говорю о мозге, я брал отсюда. Вот отсюда. Интересная. Очень и реально с логически построенным началом-концом. Следующие у нас здесь книжки по Джексону, по «Lord of the Rings». Плюс написание историй, как писать сценарии. То есть тоже вся информация практически, что я говорю, взята либо оттуда, либо из мастер-классов, которые я обычно посещаю, слушаю. Ну, точнее, раньше я посещал очень-очень многое, поэтому вся информация плюс еще проверена тем, что я самостоятельно это делаю. Тут книженцы тоже находятся. Вот, кстати, из данных рекомендую. Начни с главного прикольное, интересное. Для тех, кто вообще не шарит особо, вот, хочет приоритизировать свои вещи в жизни, то есть не знает, как расставить приоритет, начни с главного. Вот это вот «Хороший книженцы». Все остальные, ну, в принципе, можете тоже прочесть, но если вы сами развиваетесь, то, я думаю, книжки вам не особо нужны. То есть книжки для тех, кто особо... кому нужно подтверждение их слов. То есть если вы работаете самостоятельно и видите результат, и люди, которые вокруг видят ваш результат, и они говорят то, что ты делаешь во, то книжки вам, в принципе, не нужны. Вы можете самостоятельно развиваться. Вы уже гении, вы уже мастера, вы уже хорошо успешны, как мне кажется. Тут у нас всякие... вот тут вот это копилки тут лежат, в которых Мани, Доу и Кэш. Здесь у нас Стивен Кинг, плюс... это что у нас? Это Станиславский находится. В общем, как-то так. Это просто... я туда практически даже уже не залезаю. Здесь, кстати, еще... это у нас Моцарт, это хорошая вещь. Плюс музыкальные всякие книжечки про джаз для чайников, про все остальные вещи. Сейчас, ребят, порубаю немного, вот так поставим. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот так вот, так вот, так вот, мелодку. А то горло пересыхает иногда. А дабы своих зрителей порадовать, необходимо еще и показать, как я буду пить, чтобы вы такие... О, нифига, он так пьет воду. Следующее, это вот от Казу. Казу делается вот так вот. Это от Казу. Стоит рублей 50. Можете купить, потом пугать своих родителей. Это шейкер. Прикольная вещь. Для того, чтобы ритм... ритм отбивать. Стоит тоже недорого, рублей так 60. Можно приобрести. И это у нас пат для тех, кто интересуется музыкой. То есть, сюда забиндить можно клавиши определенные, но звучание, допустим, хорна там... Или там... Ну, то есть, вы понимаете, какое-нибудь звучание забиндить и нажимать на них. Это диджеевская, либо же звукорежиссерская тема больше. Возможно, кому-то интересно. Это пол. Я его сегодня помыл перед тем, как записать для вас вот этот видос. Следующее. У нас здесь находятся тоже книжки. Барабанные палочки. Вот это один из главных атрибутов, потому что... Сейчас, минуточку. Потому что я их частенько использую тут, на пэде. Это левая рука у нас так. То есть, она... Окей. Тут всякие звучания можно ими вытворять. Это здорово. Я сейчас левой рукой, просто правой рукой я держу камеру, поэтому я бы вам тут сыграл какую-нибудь композицию. Следующее. Это у нас наш рекордер, или же блок флейта. Делается она вот таким вот образом. Угадайте мелодию? Это из вестерна. Ой. Нет, не то. Нет, не то. Да, там вот так вот она играется. Это из хорошей, плохой, злой, возможно, вы знаете такой фильм старенький, 60-х годов. Это мои лекции. Вчера была у нас лекция по межкультурной коммуникации в универе. Я их пишу вот таким вот образом. Здесь же также у меня календарик. Так и плюс аудиокарта. Давайте прибавлю я вам яркости. Аудиокарта здесь находится, которую можно подсоединить вон туда и записывать музыку. Здесь же также у нас всякие прибамбасы творческие. То есть мы можем увлекаться рисованием. Плюс акварель, гуашь здесь находится. Акрила здесь вроде нет. И всякие вот такие вот мейкаповские штучки никсовские. То есть я также фейс-артом увлекаюсь. Ну, точнее, мейкап. И могу делать на себе всякие красивые вещи. Вот мы вот так вот возьмем, и оно будет краситься. Это тени называется. Возможно, те парни, которые сейчас смотрят, они немного не удумевают. Для чего это мне? Это для косплеев, друзья. У меня даже одна из красок не открыта. То есть вот эта вот... Ну, точнее, не краска. Это какая-то основа, которая такая очень мощная. Тень. Тени, они такие мягенькие. А вот эта вот более такая твердая. У нас тут бьюти-блок, друзья. Это не открытый еще. Вот этот. Кремовая. Кремовая основа. Кремовая основа, она такая более мощная, более твердая. Так, здесь у нас это мои вещички. Мы, если сюда заглянем... На самом деле, я практически ничего не одеваю из этого. Я хожу в одном и том же очень часто. Не из-за того, что я грязнули, а из-за того, что я не хочу инвестировать время в то, чтобы выбирать, что мне одеть. А так у меня дофига одежды здесь. Здесь одежда. Здесь одежда. То есть для косплеев можно очень много всего найти интересного. У меня тут оно даже забито. Особо даже... Сейчас вот так сделаем. Это, кстати, из университета. И так, здесь у нас что? О, вот это вот интересная вещь. Вот это вот я вам хочу показать. У нас была раньше команда по Стартину. Стартин – это конкурс непрофессиональных танцоров. И у нас команда называлась Security Shamans. Шамана безопасности, если переводить на русский язык так. И мы танцевали вместе. Это было здорово. Это было в 2015 году. И также потом я в другую команду попал уже в 2016. Команда «Жара». И в 2017 мы выиграли вот гран-при. Гран-при по танцам вместе с командой. Вот так вот они выглядят. Это, кстати, за индивидуальный зачет. То есть в 2019 году я выиграл лучшего танцора. Звание лучшего танцора в конкурсе непрофессиональных танцоров. Тут же у меня еще за мафию такие вот поздравлялки. То есть я в мафии выиграл. Это ролевая психологическая игра «Мафия». У меня тут первое место. Плюс боулинг третье место. И плюс вон там вот я также снимал видеосъемку. Я даже его не раскрывал особо. То есть вот здесь вот у меня Всероссийский фестиваль современных визуальных искусств. Тут арт-фест. И вот тут вот за номинация «Репортаж». У меня выиграна. Я его не раскрывал особо. То есть мне выдали. Я такой «Окей». Я просто не особо такой чувак по наградам. Для меня самая лучшая награда – это просто то, что люди поулыбались. Какое-то внимание мне уделили. И всё. А с точки зрения награды, ну, мне особо не надо. Это чисто понты. И, ну, точнее, не то, что понты, а чисто интерьер, а функционал особо они не выполняют. Ну, просто стоят. Прикольно. Здесь ещё у меня дофига грамот лежит. Если мы обратим внимание, то есть вот здесь вот. Если мы откроем внимательно. Ещё минуточку. То есть вон там вот благодарность там можно прочесть. Тут просто всё падает. Да. Поэтому я не буду тут всякие английские языки, немецкие, турецкие. Всякие. Дешикур эдерим. И всякие чичок эим. И прочие вещи языковые у меня здесь расположены. Сейчас, минуточку, я перезагружу камеру. Так, друзья, я камеру перезагрузил. Всё хорошо. И мы можем продолжать нашу экскурсию по вещичкам, которые у нас находятся в наших шкафчиках. Это как программа по МТВ, где люди ходили и смотрели, что у кого лежат в шкафчиках. Помните такое? Это было где-то в 2000 году. Если кто-то из старшеньких меня смотрит, то, пожалуйста, дайте знать, если вы помните. Здесь у меня находятся мои записки, которые я делал, когда работал в отеле. То есть, здесь у меня всякие вещи, время работы нашего отеля, что, когда у нас распорядок дня, плюс всякие фразочки, возможно, вы найдёте. О, лицо прикольно нарисовано. Это я нарисовал, кстати. Плюс здесь всякие надписи, возможно, любовные пожелания, возможно, всякие описания того, что у нас происходит. Тут я плюс ещё их пронумеровал. То есть, это у нас всякие номерки 36, 37. Это дни, когда я работал. Тут есть иногда английские вещи, потому что я на английском писал это всё. И это у меня мои заметки. То есть, это всё, что я делаю. Я, на самом деле, очень умный человек. Если вы вдруг посмотрите какой-то мой глупый контент, то это означает, что я просто так развлекаюсь. И мне просто так иногда интересно делать. Хотя так, если вы посмотрите на меня, я очень умный, эрудированный, хороший парень. Вот тут немного пыль, правда. Окей. Следующее. Это у нас девочки, наверное, поймут. Мицеллярная вода с маслом. Это для того, чтобы снимать грим, для того, чтобы снимать мейк, когда ты сделал косплей. Следующее. Следующее. Это у нас здесь всякие вещички интересные. Из того, что я работал где-то, либо же там в отеле. Кстати, вот, в отеле мне подарили с днём рождения, написали. И тут написано всякие пожелания. Егор, с днём рождения там. И всё в этом роде. Видите, это в отеле нам дарили. Точнее, мне подарили под конец моих... Тьфу, не под конец, а когда... Когда, в общем, работал. Также, смотрите, тут мне некоторые такие вот вещи. Дали минуточку. Так, это приглашение. Меня приглашали на какие-то вещи. На всякие концертики. А это Егор, Дормэн. Сюда кладут обычно чаевые. И также записки, например. Вот мы можем открыть. Я удивлюсь, если там у меня остались какие-нибудь деньжища. Это записка, которую мне оставил один из моих гостей. И плюс там был косарь рублей, если я не ошибаюсь. Так, минуточку. Здесь написано. Дир Егор. Это вот у нас 2020 год, 8 февраля. Спасибо большое за то, что ты такой прям крутой. И было то, что в последнюю ночь там и всякое вот такое. В общем, тут люди пишут благодарности мне от друзей. То, что они возвращаются обратно в Ингланд. Это очень крутые вещи. Том Сойер, в общем, они Марка Твена упоминают. Я помню этих ребят. Очень крутые ребятки были. Тут Симус и Джоанны. Симус и Джоанны. Они написали мне записку. Интересно. Так, что здесь у нас еще? Ну, это вещички. Я думаю... Я настолько такой человек, что я даже подарки особо не разбираю. То есть, мне подарили здесь. У меня тут носки лежат. Либо же вот... Это новогодние подарки. Я их особо не разбирал. Я перед тем, как записывать видос, немного посмотрел, что у меня здесь есть. Я даже... Пены для бритья, они гели, лежали здесь. Я их даже не высовывал. Потому что, по сути, для меня материальные вещи – это вообще практически последнее, что мне необходимо в жизни. Для меня самое интересное – это эмоции людей и, так скажем, некоторые их душевные вот такие вот пожелания. Для меня намного более значат, чем вот... Я такой раскидываюсь уже, да? Чем вот просто какие-то материальные вещички, которые дарят. Тут плюс подарочки в виде... Сейчас, минуточку. Сейчас найдем, может, что... Может, нет, не найдем. Ладно. В общем, здесь какие-то вещички у меня лежат. Тут также... Мне кажется, это то, как меня рисовали в этим... Этим... Точнее, в летом 2019 года. Да, это я. Это как меня нарисовали. Это когда было? От... От вот этого человека, мне кажется. Или нет? Ну, в общем, это было. Я помню, в Санкт-Петербурге меня нарисовали на этой бумаге. Саша. Девочка Саша. Еще вы, возможно, видели ее на... На видеозаписях. На видеозаписях со стримов. Мы там делали зарядку в нашем... Как называется это? В кафешечке. Так, здесь что у нас? Всякие билетики. Да, музей игровых автоматов. Ну, в общем, всякие такие финтифлюшечки. Просто напоминалочки о том, что... Где мы путешествовали. Можете написать, кстати, в комментариях, оставляете ли вы что-нибудь для себя. Я сейчас не буду это убирать. Пускай полежит, чтобы время особо не тратить. Здесь у меня также лежит мой школьный Егор. Почти не изменился. Ты знаешь, какой год был? Это 2013 год. То есть, если вы сейчас посмотрите, просто я пью кровь младенцев. Практически ничем не изменился. Только взгляд немного, возможно, видоизменился. И все. Вот так вот он выглядел. Тут плюс мы сидели. Где-то вот тут вот я... Сейчас вы увидите, минутку. Приближу. Так, прибавляю яркость. Вон, видите, сидит. В общем, вот так вот наш класс выглядел. Прикольно, как мне кажется. Так, на 3,5 минуточку. Вот так вот, ага. И яркость уменьшу. В общем, это так. Так, наш класс выглядел где-то там из выпускного класса еще остались всякие. Плюс тут блокноты у меня за участие в... О, кстати, с 2019 года как раз. Ой, с 2015 года, когда я из школы выпустился выпускной альбом. Ну, я думаю, это не особо прям суперинтересно наблюдать. Это потому что воспоминания мои, а вы особо от них... Ну, что, получаете особо ничего. Следующее. Это у нас вещички. Тут у меня лежит флейта продольная. Или поперечная. Пикало, пикало. Я не знаю, в общем, кто из музыкантов, подскажите, что это за штучка. Пикало, флейта. Если мы откроем, сейчас вот как кейс, знаете, там Мони открывает. Либо же какой-нибудь драгстор. Так, минуточку. Вот так вот она лежит, собирается. И нужно ее немного протереть, потому что она ржавеет иногда. Ну, точнее, не ржавеет, а на ней появляется маленькая коррозия. И ее нужно иногда протирать. Поэтому я на ней давно не играл. Но можно попробовать в скором времени вновь это возродить. Прикольная вещь. Я предпочитаю больше фортепиано-барабаны. Фортепиано-барабаны – это инструменты для меня прям очень дороги. Ну, точнее, не то, что дорогие, а просто я на них предпочитаю играть намного больше, чем на других. Я обычно дорогучесть измеряю тем, что я уделяю этому больше времени. Так, здесь у нас всякие... Мы разобрали вроде вещички. Здесь книжки. Тут Гарри Вайнерчук две книжки. Плюс Стивен Кинг. Плюс «Как люди думают». И люди, которые играют в игры. Плюс справочник по высшей математике. Я люблю на досуге почитать. Плюс «Элементарная теория музыки». Михаил Казиник. Кстати, крутой автор. И сам он по себе интересно рассказывает. Это мне сестра дала почитать. Там про звуки «о», про звуки «и», про различные звуки в сочинениях, в стихотворениях. Знаете, там «поп». Когда мы говорим «поп», то у нас «оп». Вот такие вот звуки сразу издаются. Ну, в общем, про наши буквы и что они значат с точки зрения смысла в литературе. Примерно про это. То есть, когда мы говорим «поп», а когда «пип», то немного иной звук. И означает разные вещи. Ну, по сути, это вы можете сами догадаться об этом. Следующее. Это книжки здесь находятся тоже. Опять Фейнман, Толкин, плюс Оливер Сакс, Робин Шарма. Робин Шарма люблю и этого автора. В основном, на самом деле, я не читаю книги особо. Не читаю особо книги, которые художественная литература. Я предпочитаю такое научпоп, потому что он намного мне более значим. Поэтому Робин Шарма рекомендую. Тут Робин Шарма рекомендую. Тут «Тук-тук сердца» тоже прикольная книга. Так же, как и «Очаровательный кишечник». Хорошо. «Тысячеликий герой» тоже прикольная вещь. Про мономифы рассказывается. Из этого списка я рекомендую вам «Закон победителей». Хорошая книга. Так, думаю, «Богатей» тоже, в принципе, прикольная. Если вы... Именно название, вы можете не фокусироваться на то, что, типа, «Богатей». Ее можно применять по-любому, в любых направлениях. Вот эту книжку мне нужно сдать в библиотеку. Я ее взял в «Психологии мотивации». Мне нужно сдать ее в «Правком университета», в котором я раньше учился. Мне недавно написали в «Контакте» сообщение. Я сдам ее. Все остальные книжки — это чисто мои. И вот этот, одна из последних, которые я покупал и прочел. Это Трэвис Баркер. Автобиография его очень здоровская, интересная. Мне понравилась. Про барабанщика из группы «Блинк-182». Здесь у нас также скейт мой. Точнее, не скейт, а круизер, на котором я катаюсь. Иногда... Ну, точнее, вот сейчас немного потеплеет. Будем кататься, продолжать. Здесь у меня вещички. Мои школьные всякие вещи. Которые здесь оставались. Всякие рюкзаки, пиджаки, различные рубашечки, которые можно применять. Как видите, то есть одежды дофига. Это я просто особо не ношу их. Потому что для меня все равно, как я выгляжу. Я могу и голым на улицу выйти. Для меня это нормально. Наоборот, это даже прикольно. Люди обратят внимание и интересно. Тут у меня кровать. На ней я сплю. Меняю постельное белье раз в две недельки примерно. Ну, раз в неделю, две недели. И тут клавиатурка, которую я вам уже показывал. Также здесь гитара. Можем играть наподобие, как будто мы кантри-фолк-мьюзик. Да? Также укулеле, как будто мы стич. И будем исполнять гавайские песни. Тут у нас фортепиано. Можно играть всякие аккордики. Там до-мажор. Плюс ля-минор. Плюс всякие еще. Вот здесь вот нажмем. Что это у нас за такая нота? Это соль, си, ре. Да. Вот такие вот нотки. Ну, то есть вы тут жмете вот таким вот образом. Нажимаете. Интересным образом жмете клавиши. Ну, в общем, развлекаетесь на вашем инструменте. Я люблю на нем играть. Следующее. Это у нас всякие вещички, приспособления для стримов. Для стримов, уличных стримов, времяпровождения. Это один из наших объективов для камеры. Плюс здесь у нас стабилизатор для телефона. Еще один стабилизатор для телефона. Один просто сломанный. Один из них. Ну, точнее, его нужно в ремонт сдать. Это у нас Snopo Atom. Snopo Atom. Что-то там. Не помню, какое название точно. Но, в общем, он стоит в Kremlin Story. Это магазин в Москве. Что-то около 9 тысяч. Ну, то есть допустимые суммы. Здесь у нас этот, как называется, графический планшет маленький. Здесь у нас также еще один объектив. Уже сониковский, родной. Плюс здесь же у нас всякие зарядные устройства, карты, которые можно использовать как для телефона, так и для наших устройств. Плюс здесь у нас наш трипод, который используется так же, как и здесь у нас штатив. Тоже я его обычно использую. Ставлю на него камеру и что-то снимаю с кем-то. Здесь у нас находится еще один графический планшет. Он больше намного. То есть, если мы встанем, я надеюсь, что эта штука не сломается. Табуретка, потому что я обычно ставлю вот это на табуретку. У меня нет держателя для впада, потому что особо этим не пользуюсь. Но здесь у нас графический планшет большой. Я его сюда положил, потому что я им сейчас не пользуюсь. Давайте я вот так вот. Но так я его брал как-то в метро. Ну, точнее, он стоит порядка с 48 тысяч. Я на авито взял за 25. И, в принципе, на нем можно рисовать. Раньше, вот в 2017 году я частенько на нем рисовал. Сейчас не рисую, потому что мне намного удобнее рисовать от руки. Потому что на графическом планшете у меня глаза устают. Точнее, мне неприятно сидеть на нем, вырисовывать. Мне намного приятнее, в общем, рисовать от руки. Если кто в Москве есть, могу продать, как он называется, артист 16-пен дисплей XP-Pen. Практически новый, практически неиспользованный. Ну, точнее, он использованный, но не так сильно. В общем, за 1020, если хотите, то пишите. Московская область, Москва, вам отдам. Следующая такая реклама внутри видеоролика. Следующее, что вам хотелось показать, это... Тут у нас всякие коробочки. Вот как раз-таки от вот этого графического планшета. Вот такой вот графический планшет, кстати, более удобный. Но он вот такой именно, чтобы на монитор смотреть. Мне он больше намного нравится. Вот, чтобы сюда поставить, положить, чтобы он особо много места не занимал. Кстати, вот это вот занимает много места, поэтому я его и не использую особо еще, потому что поставил, не знаешь, как провода расположить. Поэтому такие типы планшетов, они пригодятся только тем, кто... Та-да-да-да... Кто имеет много места. Если у вас много места, то такой планшет подойдет. А вот маленький, хорошо. Но у него чувствительность не сильно хорошая, поэтому он лежит сейчас пока что здесь. Но иногда я его использую тоже. Тут у нас как раз-таки аудиокарта, которую я вам показываю. Плюс коробочки от пенов. Плюс всякие чеки. Здесь тоже находятся. Следующее. Всякие ручки. Это у нас мистер Каала. И там вот еще мистер... Мистер Мышь, мистер Хомяк. Вот так вот делается. Это игрушки брал для того, чтобы развлекать народ на стримах, чтобы было более интересно. Тут шапочки всякие, лампочки. В общем, тоже приспособление для моих стримчиков и видеороликов. То есть там усики всякие, шарики. В общем, интересные вещи. А вот это вот у нас в школе на последнем звонке. Мы наряжались в греческих героев, греческих богов. И вот у меня осталось. С 2015 года хранится лавровые листы. Уже сушеные, наверное, пахнут. Можно засунуть в пельмешки, когда готовите. Можно использовать. Здесь у нас книжки. Вот это для меня очень дорогая книжка. Мне подарили ее на день рождения. В общем, одна девчуля. Спасибо ей большое. И сама книга очень тоже интересная. Алхимик. Рекомендую. Паула Каэля. Рекомендую. В общем, там про жизнь, про то, как все устроено. Некоторым образом. Про стремление. Про путь самурая, можно сказать. Ну, в некоторой семантике. И, в принципе, это, наверное, все, что необходимо вам показать. Потому что все остальное я показал. Тут также находится вторая веб-камера. То есть, раз веб-камера, два веб-камера. Они идентичны. Это у нас Logitech C920. И иногда я одну ставлю вот сюда, вторая вот здесь. И, то есть, можно два ракурса заснять, если оно подключено. Из того, что в этой комнате есть, в принципе, я все использую. То есть, здесь нет особо тех вещей, которые я не использую. И, естественно, только книжки, возможно, часть из них можно перетащить в другую комнату, чтобы они места не занимали. Потому что сейчас здесь книжек очень много. Ну, естественно, ты все одновременно не читаешь. Плюс часть из них уже прочитаны. И они просто как часть некоторого духовного интерьера составляют. Но в плане, ты такой, они у тебя находятся здесь. И ты такой вдохновляешься от них, потому что помнишь, что в них было написано. И поэтому они некоторым образом вдохновляют. Здесь нет всяких плюшевых игрушек, плюс всяких вещей. Кстати, вот тут вот у меня находится коврик, на котором я занимаюсь еще йогой и плюс пилатесом. Также вот здесь вот это мой импровизированный, мои импровизированные пэды, куски резины. То есть по ним тоже можно ударять. И то есть я беру еще несколько таких табуреток, вот эти вот ставлю, то есть три табуретки, и так практикую барабаны. Потому что у меня обычных барабанов пока что нет, но скоро будут, я думаю. Потому что деньги в принципе есть, но необходимо как-то, в общем, разобраться с соседями. Потому что я думаю, что им будет мешать моя игра на барабанах. А электронный барабан мне не хочется, мне хочется сразу акустический. Поэтому нужно как-то это разрешить ситуацию. В общем, вот такой вот туториал у нас был здесь по тем вещам, которые у нас находятся в комнате. Также у меня ящички, но в ящички я особо сам не заглядываю. Я их открываю раз в пять лет. И вот, в общем, здесь у нас очечки, еще губная гармошка лежит. В общем, все ценим здесь. Это у меня беруши, которые я надеваю, когда я ложусь спать. Потому что, чтобы не слышать звуков, которые исходят от соседей, либо еще что-то, потому что я очень чуткий по звукам. Очень-очень чуткий. Я аудиал тот еще. И поэтому стараюсь надевать, чтобы не слышать вообще посторонних шумов. А я не знаю, куда-то я потерял, кстати, еще одну берушу. Точнее, три беруши здесь было. Где-то дома они валяются, значит. Где-то либо под кроватью, либо же еще где-то. В общем, это был наш гайд по нашему месту, где мы живем. Напишите в комментариях, что вам запомнилось больше всего из того, что вы видели. Что, возможно, вам интересно более подробно посмотреть. Например, вам хочется посмотреть более подробно про какие-то книжки, про изучение языков, либо же про определенные книженцы по художественной литературе. То рекомендуйте, потому что здесь есть также восьмой класс. Тут Василий Теркин, плюс Ревизора, тоже восьмой класс. Поэтому кто интересуется, тут также Антон Чехов, Пушкин, Евгений Онегин. То есть я этим интересуюсь. Школьная программа, на самом деле, она интересная в некоторое произведение. Да и не школьная, тут в зависимости от того, как вы это воспринимаете. И вот так вот, друзья. Желаю вам успехов. Надеюсь, что у вас все будет круто по жизни. И улучшайте себя ежедневно. Из того, что я вот тут делаю, я стараюсь развивать себя в музыкальном направлении. Это одно из основных направлений, в котором я развиваюсь. Также тут я танцую иногда. Вот на этом месте. Это у меня танцпол такой импровизированный. И мне кажется, это здорово. Да. Спасибо большое еще раз. Был рад с вами поделиться своими фактами. Еще раз пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу такого места жительства. И что бы вы хотели из того, что я имею, что возможно добавить. Наоборот, вы бы думали в мое пространство. И как у вас, что устроено, тоже поделитесь. И это будет интересно узнать. Желаю вам успехов. И постоянно идите вперед. Развивайте себя. И все у вас получится. Максимально наполняйте свои места. Ну, это если вы желаете. То моя внутренняя рекомендация, если бы я обращался к себе самому, то наполняйте это функциональными вещами, которые вы сможете использовать. Меньше просто такого интерьера. Ну, интерьера это тоже хорошо. Но больше такого функционала. Это будет здорово. По крайней мере, для меня это работает. Для вас. Не знаю. Но любой вариант все равно подойдет. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока-сики-бабасики. До свидания. С вами был Горб. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok